До знакомства с йогой Виктором Бойко я пробовала динамические стили йоги и занималась единоборствами. Там школа была конфу, где было буддийское направление. И самое первое отличие классической йоги, то, которое Виктор Сергеевич передает в своей книге, это то, что там с самого начала внимание начинает переводиться просто на себя, на свое тело. Потому что до этого все те техники и те стили йоги, которые я практиковала, и даже школа конфу, которой я занималась, там все внимание было так или иначе направлено на вне. Вот как ты выглядишь, как ты стоишь, какую ты позу принял, как тебе надо выдержать ту или иную позицию. То есть внимание там именно было фиксировано на твоем каком-то преодолении, то есть на твоем вот я, да, там я вот, я занимаюсь там, я тренируюсь, я практикую. То есть там именно присутствовала такая вот направленность, ну и мало того, этот какой-то был вот этот, если в группе занимались, так этот дух соревнования явно там присутствовал. Начав практику по книге йога-исусто-коммуникации, где акцент был на том, что надо просто внимание обратить на свое тело, первый перенос вот этого внимания на тело, он оказался целым открытием, потому что мало того, что в теле оказывается огромная гамма ощущений появлялась, и стали осознаваться, чувствоваться в теле большое количество напряжения. Например, когда я села первый раз вот по шимотанасу, ну да, закрыла глаза и сделала этот первый наклон с вниманием, которое было именно в теле, я почувствовала, как задняя поверхность ног, она натянулась просто как струны, и то, что корпус ниже не идет, и когда-то там я по памяти вспоминала, когда я еще была в юности, оказывается, я могла вообще легко полностью наклониться, и это было как-то без труда какого-то, прошли годы, да, и тело так задеременело, то есть здесь вот этот вот момент вот этого направления внимания на тело, ты тело начинаешь просто чувствовать, и его видишь просто как будто сканируешь его, вот, то есть он как через сканер пропускается, и начинает становиться понятным, что здесь в какой-то части тела достаточно много напряжения, здесь тело вообще стало негибкое в каких-то отдельных частях, но помимо того, что тело начинает чувствоваться, первые ощущения это то, что вдруг внутри появляется какая-то некая вот эта вот устойчивость, и вот это успокоение, то есть именно при вот этом ощущении внутреннем успокоения, которое приходит за счет вот практики, за счет того, что внимание каким-то образом остается видно в теле, начинает вдруг осознаваться, что там в жизни ты постоянно бежал, вот этот бег такая вот это вот постоянно, это какая-то суета, а здесь именно вот в практике начинает чувствоваться вот эта какая-то остановка, то есть это самое такое первое, первое или второе вот отличие, которое прямо чувствуется в самой практике от других видов практики, которые я до этого практиковала. вот та динамика, где вот все это на усилие, то есть там не может быть речи вообще ни о каком-то там внутреннем таком вот покое, что ли. Конечно, этот покой, он в самом начале, он приходил вообще, ну, мимолетно, но на фоне моего вот того состояния, такого невротичного, суетного, раздраженного, напряженного, то есть именно в самой практике, и приходя вот к этому такому маленькому состоянию, это было целое открытие, и поэтому практика, конечно, ну, я не заставляла себя заниматься, потому что вот этот контраст между моим состоянием, когда я бодруствовала, и то состояние, которое улавливалось в самой практике, оно настолько было разительно отличавшееся, что мне хотелось пребывать в этом состоянии, мне хотелось приходить к этому состоянию, и тем более после практики было вот это ощущение, что ты что-то сделал, вот что что-то произошло, вот ты еще не можешь уловить что, что с тобой случилось, но вот чувствовалось, что что-то с тобой произошло, то есть вот как-то так. Еще это то отличие, которое настолько оно непривычное, да, вот для, ну, для многих, те виды практики, которые вот это динамичны, с этими усилиями, они же по большому счету все как так или иначе завязаны на нашем этом стереотипном мышлении прошлого, вот, ну, вот так как мы привыкли это делать, и это как раз практики были под наши привычные действия. А здесь, в этой практике, совершенно было такое отличие, то есть не старайся, не стремись, не жди результатов, это вообще, то есть для психики, да, там вот, ну, моей, это что-то было вообще такое новое, то есть как это вообще воспроизвести, и попытки вот это воспроизвести вот в практике, то есть они вот приводили вот к этому такому удивительному состоянию, когда внутри все отпускается, и отпускается, прежде всего, мое, твое, вот это я, которое должно, которое оно там все цели ставит, то есть вот это, вот эта обязательность такая, то есть вот она, это вся эта обязательность в практике растворялась, уходила вместе с вот этим ощущением самоощущение вот этого я которая потом ты уже начинаешь что сравнивать что это я ну там вот такое деятельное такое неугомонное напряженная практике здесь вдруг начинает она уходите это правильно там директор сергеевич он там и объясняет что к тому состоянию которому мы пришли особенно те кто пришли в болезненном состоянии то есть это же следствие от всех тех действий и понимание того я которая как-то собирал эту информацию она по сути привело тебя вот этому болезненному состоянию а в практике на него то и не надо полагаться то есть результат тоже был ясен то есть он же виден и здесь наоборот то есть отстранение до отключения что ли то есть ну вот как виктор сергеевич объясняет за счет вот остановки до этих всех активных программ от этого про привычных тех программ деструктивных которые привели к этому болезненному состоянию вот здесь то и начинается вот это восстановление системы то есть возможность то возможность которую мы создаем а на уровне просто самоощущение то есть действительно это просто приходило это минутки покоя состояние расслабления хотя еще в начале там никакого глубокого расслабления вообще быть но и речи не может быть это было такое поверхностное расслабление но это на контрасте от того состояния в котором примеру там я до этого жила там последний пример там пять лет так напряженных то есть это был момент вот что ты чувствуешь что что-то начинает отпускать что-то распускается что не надо уже никуда бежать и не надо нигде ничего не отчитываться не ставите какие-то там цели и задачи то есть это такой вот именно за счет практики это конечно бесценный опыт потому что у нас в нашей повседневности такого опыта практически нет самого детства что родители что все эти учреждения нас приучили бежать с этим факелом впереди еще и на перегонки поэтому в обычной жизни нам непривычные эти состояния вообще и мы даже не знаю что это такое то есть если нас приучили мы потом сами себя загоняем то есть мы сами себя сначала у нас извне есть кнут потом извне кнут тоже остается и мы сами для себя становимся кнутами и кнутами становимся так же само для окружающих а вот в практике этот вот момент когда ты перестаешь быть кнутом и ты просто там просто там есть до кофе-то свеч горит асану горит не надо ее делать не надо просто быть вот тоже быть кем да вот то есть вот здесь вот этот момент что когда мы перестаем быть этим кнутом нас распускают мы просто есть такие как без всего до расслаблены так что в этом практика конечно классической йоги то которая виктор сегеевич ключ этот показал он уже изначально для многих людей может привести человека действительно к себе и привести говорится в чувство если человек там уже сильно сильно где-то там забегался по жизни ну вот как-то так